Что церкви оставили? Я всегда говорю, что? Бомжи и наркоманы. Все. Не детская работа. Выгнали из школы, изучились. Отовсюду. Секты, 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 секты. Вот они лезут, враги России, американские секты. Так о протестантах говорят. То, что вы упомянули насчет сотрудников ФСБ на пенсии. Наш президент однажды ответил всем на весь мир, что бывших сотрудников не бывает. Проблемы не решаются. Церкви сносят, церкви закрывают в России. Это все знают. Это уже системно, это не разовые случаи. Противный, мерзкий, трусливый. Он живет в людях. До сих пор. До сих пор. Они детям как-то это передают. Своим. Не лезь, не говори. Потом сидят где-то, шушукаются. Это же старый советский анекдот. На кухнях все решали. Это вот этот раб. Человек советский, который сидит в людях. Я хочу, чтобы главным советником все-таки был начальствующий писк по духу святой. А не сотрудник ФСБ. Добрый день, дорогие слушатели и зрители Славянского Сакрамента. В эфире у нас пастор Алберт Раткин из России, епископ церкви ХВЕ, христиан веры евангельской, слово жизни, город Калуга. На днях в российских новостях мы увидели сообщение, что пастор Раткин, ранее выступавший с обвинениями в адрес руководства Российского союза христиан веры евангельской, под началом епископа Сергея Васильевича Раховского, был исключен из числа служителей союза. И вот теперь в эфире Славянского Сакрамента пастор Раткин готов ответить на наши вопросы. И сначала, для начала мы хотели бы услышать немножко буквально коротко о вас, с какого времени примерно вы действуете в городе Калуге, насколько я понимаю, да? Я имею в виду смысли церковной организации, чем вы занимались до этого. Расскажите немножко вот из своей биографии. О себе немножко. Я уверовал в 91-м году, 3 апреля 1991 года. Я покаялся, как принято называть в нашей среде, на конференции христианской молодежи в Москве. Проводил ее Боб Вайнер, который жив до сих пор. Я знаю, живет во Флориде и посещает друзей там, нашу церковь одну. Вот я покаялся. Но я из Калуги сам. Родился и вырос здесь. И Господь вот призвал меня. Не из хороших таких этих. Были лихие. Конец 80-х. Помните, перестройка началась. Много всего было активного. Но я всегда, не знаю почему, но стремился, стремился узнать что-то о Боге. Когда учился в школе, я часто посещал библиотеку и читал все книги по атеизму. Мне кажется, все, что там было, я перечитал тогда. Вот как-то влек меня Бог этим путем. Однажды мама пришла в библиотеку, и женщина, которая была библиотекой, так на ушко маму спросила, говорит, а ваш сын что священником хочет стать? Она говорит, почему? Он говорит, по атеизму все книги прочитал. Вот такая интересная была вещь. Даже кличка у меня была одно время, в 80-х годах. Мы все были в группировках, в бандах своих. Баптистом меня звали. Не знаю почему. Ну вот. Я покаялся. Следующее утро у нас было водное крещение. Я принял водное крещение. Хотя до этого два раза меня крестили в православии. Ну, я даже не знаю, что еще рассказать о себе. Церковь с 91-го года у нас. Сначала церковь была независимая христианская церковь, Калужский христианский центр. И позднее, где-то в середине 90-х, я подружился со Слово жизни, присоединился. И вот так мы двигались до этого года. Я однажды понял в Израиле, потому что я услышал, как братья никогда церкви церквями не называют, а называют общинными. Я заинтересовался, начал изучать это и понял, что мы очень сильно упустили общинную жизнь, братские отношения. И мы в нашем языке, в церковном, мы используем слово больше община, но церковь тоже пойдет. Я давно получил откровение такое, это мое личное откровение, что самое важное, что есть в церкви, это дети и молодежь. Вот самое большое наше внимание, оно мы уделяем как раз детям, молодежи. Потому что мы все уйдем, а кто возьмет знамя веры, знамя Евангелия, благотворительство, занимаемся у нас реабилитационный центр, христианская школа своя. Много каких-то других служений, люди очень активные у нас, такие хорошие люди. И были моменты, когда на служениях начинали спорить, кто главнее, знаете, прославление или молитвы, в воскресный день я выставил всех детей и сказал, вот это самое главное наше служение. Мы должны оставить что-то после себя, какое-то наследие. И наследие – это не деньги, это не дом, не квартира. Наследие – это вера. Это то, что в сердце, то, что в душе остается. Прямо как Христос из Евангелия, который выставил наперед детей, сказал, кто войдет в Царство Небесное? Дети, в первую очередь. Мне напомнило. Хорошо, Альберт, можете, пожалуйста, прокомментировать недавнюю ситуацию, которая случилась у вас, и, как мы слышим в новостях, вы обвинили руководство Российского Евангельского Союза, в частности, его епископа Сергея Ряховского, который, если можно так сказать, на простом языке, из вашего прошлого крышует коррупцию. В его офисе работает бывший сотрудник ФСБ, и вообще, что они не решают проблемы вашего Евангельского Союза, где, насколько я знаю, свыше тысячи церквей, различных организаций, телеканал христианский, вы приявляли претензию, что, значит, Сергей Васильевич, отец которого, кстати, сидел в вузах за веру Христа, сегодня, спустя десятилетия, больше сотрудничает, больше работает с московскими властями, с кремлевскими властями, и меньше удивляет внимания локальным местным общинам и церквям. И вы даже выставили свою кандидатуру, я где-то видел видео, на избрание в епископат этого Союза. И, как мы все слышали, опять же в новостях, и на сайте Союза христиан веры евангельской, что вас исключили из этого Союза. Расскажите, пожалуйста, немножко предысторию, что вас сподвигло на вот такой шаг. Ну, вы знаете, как новости делаются, да, и как они печатаются. Мне подсказали Росенке в Ревненовостях, сколько это стоит. Ну, дай бог, что бесплатно опубликовали. Но никаких обвинений я не выдвигал. Я выдвигал реальные вещи, говорил о реальных проблемах. Я не раз уже езжу по стране, вижу, как живут церкви российские. К сожалению, к сожалению, много. Церкви умельчают, люди уходят, очень мало детей, очень мало молодежи. Одни напуганы законом Яровой, который был принят, другие еще чем-то запуганы. Вы знаете, что молодежь сегодня другая, и когда они видят фальшь, когда они видят, что одно, как бы говорится, проповедуется, а по-другому поступается, они уходят, просто оставляют церковь. Сегодня интернет очень доступен, люди смотрят что-то в интернете. Что меня сподвигло на это? Уже многие годы я говорил о проблемах. Говорил о том, что мы должны выдвигать кого-то тоже на должность начальствующего епископа. В 19-м году перед Большим собором, когда было очередное переизбрание без альтернативы, знаете, но все-таки выбор – это выбор, должен быть выбор у людей. А когда его нету, когда одна кандидатура, когда один человек все в своих руках держит, это тоже неправильно. Я ездил, разговаривал с епископами, все боялись просто. Нет, мы не будем, это не наше дело. И никто не хотел. Причины я не могу назвать. Каждый, наверное, сам себя знает. Почему они не хотят, почему боятся. Я был на этих выборах. Также я отвоевал свой голос, потому что ввели два фильтра, как они говорят, что я лгу, что это неправда. Ну, как неправда, если раньше голосовали простым поднятием руки, каждый пастор, каждая церковь. А потом ввели специальную процедуру, что теперь ты должен в своей ассоциации запросить, там, собрать документы какие-то, подать в ассоциации, чтобы они открепили твой голос и дали тебе право голосовать. Зачем усложнять? Я говорю, братья, закон не требует Российской Федерации от нас. Зачем вы усложняете жизнь церкви? Зачем это нужно? Выдвижение на начальствующие епископы, второй фильтр они сделали, только теперь через ассоциации и только по согласованию с Духовным Советом. Куда мы идем? Куда мы катимся? Мы выстраиваем партийную такую иерархию, многоуровневую, многослойную такую. Наверное, эти вопросы и очень-очень много других, которые назрели уже, как мне кажется, для того, чтобы о них начать говорить. О проблемах с сотрудником ФСБ я заговорил не я, а заговорил в интервью впервые пастору Артуру Симоняну, Дмитрию Дмитриевичу Шатро, наш пастор, тоже епископ, который в этом союзе. Союз РосХВЕ представляет из себя, он был основан как зонтичная структура в 90-м каком-то году для того, чтобы помочь церквям. Там четыре было принципа, представительство, помощь, еще что-то там. Потом добавили пятый такой принцип – братство. Ну, какой братство получается, не мне судить. Напрямую в союз входит на сегодняшний день, если не хочу, опять что, повиняли Штолгу где-то. По моим данным, входило 30 ассоциаций, централизованных организаций. И несколько церквей входили напрямую в союз. Мы никогда в РосХВЕ не входили, мы входили в нашу ассоциацию церквей веры. Я был с первых дней, когда основывалась пастором Ульф Экманом в середине 90-х. Он приезжал в Москву, собирал всех, скажем так, генералов или пастырей первого ряда, как в «Слово жизни» это называлось, таких важных пастырей. Там был Алексей Лидяев, Гидриса Ульф, Максим Максимов, Денис Подорожный, еще другие, Руслан Белосевич. Я тогда работал очень близко с пастором Русланом Белосевичем, он брал меня везде с собой. Когда первая встреча была в Измайлово, в гостинице, шел разговор о создании международного движения «Слово жизни». И второе, через некоторое время, опять я был там же, решили учредить свой союз «Слово жизни» в Москве, то есть российский. Когда зачитали письмо Алексея Лидяева, что он отказался входить в международное, сказал у меня свой путь, по-моему, Гидрис Саультис тоже вышел тогда. Поэтому в союз мы не входили, наша церковь не входила. Мы входили, как говорят юристы, аффилированно через кого-то. В уставе нашей церкви всегда было прописано, что мы имеем право входить в любые союзы, в любые организации, в любые ассоциации и прочее, прочее, прочее. Но если суммировать по существу, какие у вас претензии к руководству РосХВЕ? Я заговорил о том, что есть, о том, что на виду, о том, что все говорят. Я предложил выдвинуть кого-то еще. Никто не хочет выдвигать. Сергей Васильевич сказал, что это последний у вас срок. Я говорю, ну давайте подумаем. Мне ничего не оставалось делать вот после встречи, на которую они меня вызвали. Ничего преступного, предосудительного там не было. Это самый короткий суд церковный в истории, мне кажется. 4 минуты 40 секунд со мной был. Позвали 5 человек. Они создали там Духовный совет, какую-то комиссию. Разговоры обо мне и о канале «Взгляд с небесной», о той деятельности, которую я веду. Работаю с политиками, с учеными, с разными людьми разных направлений, специальностей. Зову на эфир, беру интервью. И это стало вот таким камнем преткновения. Мне рассказывали, что было одно правление. Сергей Васильевич, это было в апреле 2020 года. Он наведит на всю страну. В правлении 30 глав ассоциаций, 30 помощников. 60-й, плюс еще полпреды по федеральным округам, по-моему. Все это слышали, что Сергей Васильевич очень ругался. Его вызывали в администрацию президента. Ему там вставляли. Куда лезет твой епископ? Пусть партбилет на стол кладет. Ну, типа, или он епископ, или блогер. Для меня удивление было. Все блогерствуют, все в эфире, все записывают, а я должен какой-то партбилет положить. Мне позвонили из Москвы тогда, потому что им передали разобраться со мной. Они посмотрели, никто не нашел ничего предусудительного. Там было две проповеди, за что они сильно так вот возмущался он. Это две проповеди, две передачи. Одна была с Юрием Кирилловичем Сипко. Сказали, что это враги России, что они против России работают, вот с ними нельзя. Мне показалось это таким чересчур уж вопросом, что враги России. Юрий Кириллович Сипко, бывший глава Союза Баптистов, мы с ним близко дружим, уважаю его, очень его любят и здесь, наверное, и у вас тоже. А что суммировать-то, какие претензии? Да, я заговорил о разных проблемах. Я говорю, посмотрите на нашу церковь. Совсем не осталось детей. Мы не говорим ни на одном соборе, ни на одном собрании, какие программы детские, с молодежью. Когда я был полпредом, в 19-м году, перед тем, как перед выборами епископа начальства, еще все сложили себя полномочиями. У меня было три ответственности в Союзе, я входил в экспертный совет, то есть мы разрабатывали все документы. Глава совета был Сергей Лавринов из Тюмени. Я был полпредом, начальствующего епископа по Калужской области, полномочным представителем. И я всегда полагал, что это не к Союзу относится, а лично, это личные люди, личные составленники Сергея Риховского. И говорил об этом тоже, что это неправильно, мы не от Союза работаем, даже должность такая, полпреда. И следующее, у меня должность была спецпредставитель начальствующего епископа по международным отношениям. В мои задачи входило ездить на всякие мероприятия, встречи. Я был во многих странах мира, где-то на молитвенных завтраках, где-то я был в США, в Европе, в Европарламенте, в других местах. Вот, представлял Сергея Васильевича в этих отношениях. Вот. И в 19-м году все сложил полномочия, поэтому я не был где-то как-то уже с ними. Вот, спокойно жили. Но прошлый собор 20-го года, который проводился по интернету, меня отключили. Мне даже не... Там было платно, надо было по тысяче рублей заплатить, по-моему, я не помню сейчас. Вот. И даже за деньги меня отключили, не подключили ни к какой группе, потому что я всегда говорю о каких-то трудностях, проблемах, которые церкви в регионах испытывают. Небольшие, маленькие церкви. Вы упомянули, что тысячу церквей, как вам кажется. Я слышал, другие церкви в Союзе озвучивались, другие цифры говорили, у нас и полторы, и две, и три тысячи церквей. Но на самом деле при голосовании в 19-м году было около 700 голосов. То есть одна церковь, один голос. Голосует пакетно в основном это лидеры ассоциаций. У нас в Мацуло 230 с чем-то голосов было, я свой голос отвоевал. Я видео это выставлял, рассказывал. Мацуло у меня похлопал по плечу, сказал, Альберт, я знаю, как проголосовать. Я говорю, я очень рад Мацуло, но хочу за нашу церковь, за нашу общину проголосовать сам. Там вышла такая небольшая скандальная ситуация, и к концу первого дня вечером они мне отдали мой голос, сказали голосую. Хотя это, якобы, нарушает некие процедуры. Проголосовали не 100%, чтобы наши и ваши зрители знали за Сергея Васильевича. Выбора не было никакого, был или ты за него, или ты против. По-моему, 11% церквей, это тысячи тоже людей, проголосовали против Сергея Верховского. Это было первое такое не единогласное голосование. Я однажды на полпредах выступал и предложил программу тоже. Мы собирались где-то, это 18-й год, Подмосковье где-то было, и я предложил, и говорю, давайте посмотрим, обратим сильное внимание. Вот по примеру операции мобилизации, по-моему, они предложили однажды окно 10-30 для евангелизации. Я тогда братьям предложил, я говорю, давайте разработаем программу, я ее назвал окно 20-40. Самый, самый, ну, такой возраст я к людям, к нашим, на которые мы никогда не работаем. Молодежь вот от 20 до 40 лет, когда получают образование, и мы их не видим почти в церквях, у них нет никакой ответственности, активности. Вот что в наших церквях есть? Детское служение и сейчас очень популярно служение для пожилых людей. Середина, самый цветущий, самый работоактивный, самый полезный возраст, он вообще никак не задействован нигде. Я говорю, посмотрите на наши ассоциации, кто у нас работает, какой средний возраст, средний возраст союза. Вот посмотрите, и мы все увидим. Я подружился вот эти два года, которые я веду, этот канал, подружился с очень многими людьми, и не только с христианскими организациями, с ветеранами, с методистами, с другими. Ну, знаете, Бог расширил вот мое видение, понимание и церкви Христовой, и вообще межрелигиозных отношений. Я познакомился и с исламскими организациями, и с другими. Для меня было большим откровением, что в Дум России, это Духовное управление мусульман, которое возглавляет шейх Гайтуддин, Аравиль Гайтуддин, у них очень, ну вот в офисе работают от 23 до 30 человек, до 30 лет молодые ребята, получившие высшее образование, они вкладываются в них, чтобы получали образование, не только здесь. В основном они рекомендуют своим ребятам поступать в высшие учебные. Это Вышка, Высшая школа экономики, МГУ и еще один какой-то ВУЗ. А так направляют их и в Лондон, и в Сорбону, чтобы получали высшее образование и трудились везде. Ну, и когда ты говоришь об этом, посмотрите на наш возраст. То, что Вы упомянули вот насчет сотрудников ФСБ на пенсии, ну, наш президент однажды ответил всем на весь мир, что бывших сотрудников не бывает. Это слова Владимира Владимировича Путина. Все это знают, все это понимают. И как бы сейчас не выдумывали, сейчас там разные легенды уже обрастают, всегда был вопрос. И я его задал, ни в критике, ни в чем. Ответьте, зачем? Ответы вот от Шатрова последовало, чтобы решать наши проблемы. Ну, я вот по простоте своей душевной говорю, ну, слушайте, сказали, что как бы он стал врагом, его выгнали оттуда из органов, потому что он старался помочь евангельским нашим церквям. Я говорю, противоречие. Если система его выбросила, как он нам поможет? А если он до сих пор в системе, то вот эти вот всякие, ну, для меня это какие-то коррупционные вещи, когда кто-то решал из 90-х, начинает разрешать чьи-то какие-то вопросы. Проблемы не решаются, церкви сносят, церкви закрывают в России. Это все знают, это уже системно, это не разовые случаи. В чем помощь? Я задал эти вопросы. Где конфликт? Я не знаю. То, что озвучил, мне слово жизни, когда у нас было две встречи с ними, с братьями, с моими, когда ультиматум мне поставили, тоже говорил, ну, вот, неужели вы не видите то, что происходит? Неужели вы не понимаете все? Все понимают, ну, ну, уходи, не надо вопросов, ты раскачиваешь лодку. Нам пастыря маленьких церквей начали задавать вопросы, начали спрашивать, куда идут деньги, еще что-то. Начали говорить там. Мне один епископ сказал, говорит, поддержка тебя уже 80 на 20 идет. 80 за тебя, зачем это все? Для меня было большим откровением. Я думаю, ну, ты же епископ, ты должен поднимать людей на свой уровень, развивать людей. Это ж не просто пастырь маленькой церкви, 15, 20, там, 50 человек, быдло какое-то, которое, ну, должно молчать, не задавать вопросы. Но им тяжело в регионах. Тяжело. В маленьких городах. Москва все выкачивает, в Москве другая жизнь. Вы должны понять, что, и все знают, что 90% всей жизни, всех денег, всех зарегистрированных предприятий, 98% договорились, зарегистрированы в Москве. Там другие возможности, там другие ресурсы. Какие официальные претензии были выдвинуты в ваш адрес со стороны руководства РосХВЕ? Ни одной претензии мне не выдвинули. Я не участвовал ни в одном духовном совете, ни в одном правлении. Меня не звали туда. Но братья говорили, что ни один духовный совет раз в месяц не обходится без твоего имени. Все смотрят твои передачи по неску раз. Даже Сергей Риховский сказал, что все смотрят, все видят, устали от твоей лжи уже. Я говорю, какая ложь-то. Ну, это в личных разговорах было. Что? То, что я разговариваю с разными людьми, беру интервью, вот как вы у меня сейчас. Что? В этом преступление? Перед этим вызовом, вот понедельник это было, у нас была конференция ежегодная, у нас был Сергей Лавринов проповедовал, очень хорошее служение. Вот, я его проводил и поехал в Москву туда. Вот, я связался с секретарем, с Дмитрием Тарановым. Он секретарь и в Слово Жизни, и секретарь вот в Росхово-Его. Вот, я спросил, Дмитрий, есть список какой-то, чтобы мне подготовиться, вопросов, или вообще, зачем меня вызывать, по какой теме? Он говорит, нет, к сожалению, мне ничего не сообщили, у меня нет ни одного документа. Вот, то есть я ехал в темную, знаете, ожидая от братьев, там, не знаю, что надо было ожидать уже, но я понял, что есть заготовки, мне некоторые братья уже рассказали, как это происходит на этих духовных советах. Вот, и я понял, что надо сделать запись. Я посоветовался с несколькими пескопами, все говорят, только записывай, потому что ты потом не знаешь, как обернуть все против тебя и какие бумажки они напишут. Вот, поэтому я честно вошел, я положил телефон, сказал братьям, так как не ведется, нет секретаря, ну, не ведется никакого аудиопротокола. Ну, мы в 21 веке живем, ну, чего мы таимся, чего мы прячемся, тем более, если разговор открыт, он должен быть открытым. Если вы в чем-то меня обвиняете, Сергей Васильевич забыл даже помолиться, он сказал, давайте помолимся, и когда я положил, телефон, нажал на запись, диктофон, объяснил свою позицию, он вспылил, забыл о молитве, обо всем уже, и обвинил меня в итоге, сказал, ты кощунник, знаете, было забавно, у него закладки лежали уже там, он открыл Библию свою, сразу мне зачитал, удали кощунника, то, что ты делаешь, ты кощунник, я так понял, что он даже значение слова этого не знает, слова не посмотрел, это оскорбление, вот святынь каких-то, знаете, ну, думаю, сидят там Дериенко, Деремовы, братья, Реннер, Паша, они, что ли, святыня, знаете, идолы святые, что ли, как я оскорбил, что, вот, после этого я говорю, Сергей Васильевич, братья, я вам не враг, я ваш брат, ну, не получился разговор, я просто встал и ушел, подал руку Сергею Васильевичу, он сказал, таким, как ты, я руку не подаю, ну, для меня это было, знаете, это уровень начальствующего епископа целого союза, мой Христос, даже Иуду назвал друга. Хорошо, но мне непонятен один вопрос, вы ехали в Москву, вам не было не предъявлено никакого обвинения, никакого официального документа не было выслано, вы приехали, вам там же, в офисе Сергея Ореховского не было не предъявлено никакой, опять же говоря, вашим прошлым языком, предъявы, да, в чем вы думаете проблема на самом деле? И вот тут российские СМИ публикуют вот такой текст, собственно говоря, вот там, в этом тексте, наверное, вот это и есть их предъява, вас обвиняют в том, что вы обвинили Ряховского в бездействии, в том, что он крышует коррупцию, в том, что он не занимается регионами, и, если я прав, снова повторю, в том, что в его офисе сидит сотрудник, бывший ФСБ, и ничем не занимается полезным для церкви. Ну, это же СМИ, они-то имеют право, тем более, не религиозно никакое, трактовать, как они хотят, или как им подсказали. Я не думаю, что там же есть как бы интервью, наверное, с Сергеем Ряховским, вот то, что РИА Новости опубликовала. Вот, совершенно другая в документах идет информация. Обвинений никаких с моей стороны не было. Я же не успел там ничего сказать даже, ни о чем поговорить. Они сказали про мои видео, что, ну, до этого звонили, что твои видео вот вызывают там то-то и то-то и то-то. Я говорю, ну, давайте поговорим о любом из моих видеосюжетов. Что там такое? Большую часть моей деятельности, вот на канале «Взгляд с небесным» я брал интервью у разных людей, у разных представителей разных партий. Вот, поэтому, какие они там увидели обвинения в адрес Риховского. Да, я задал вопрос вслед за Артуром Симоньяном и за Шатровым, еще раз повторяюсь, задал тот же вопрос, который они озвучивали. Зачем в офисе работает сотрудник ФСБ, и мы платим ему зарплату? Кстати, должность у этого сотрудника главный советник начальствующий епископа. Да, я в конце высказал свое мнение, я имею право на него, я сказал, я хочу, чтобы главным советником все-таки был начальствующий епископа Дух Святой, а не сотрудник ФСБ. Хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Существует ли гонение на церковь в России, как вы высказали с начали нашей беседы? Не знаю, почему, с чем это связано, но протестантов уже загнали в такое маргинальное гетто. Вот, на мой взгляд, мы 20, нашей церкви 21 год уже в судебных процессах. Сейчас у нас параллельно идет 10 судебных процессов в разных инстанциях, разных судах. Что только не было за эти годы. На меня больше 6 раз возбуждали уголовное дело прокуратура, прессовали, как могли. У меня есть разные истории, свидетельства могу рассказать. Я очень близко дружил с начальствующим епископом Иваном Петровичем Федотом с 91-го года, подружились, и он у нас был, благословлял строительство наше. Малорославич 60 километров от нас, где он жил тогда. И я часто, ну как часто, старался раз в полгода хотя бы приехать к нему, помолиться вместе, посоветоваться о разных вещах. У нас была ситуация, по-моему, 6-й или 7-й год, сейчас не помню, 2000, когда наш юрист, наш адвокат в Калуге позвонил мне однажды, очень испуганный, очень, ну страшно был испуган, он бывший тоже сотрудник там МВД, работал, потом адвокатской деятельностью занялся, и он позвал, давай встретимся в публичном месте только. Сказал, что он встречался там с высшим руководством, они ему сказали, кого-то защищаешь там, он здание не отдает, там конфликт был за здание, которое мы купили в 2000 году, перестроили, под храм, все сделали, вот, и все это идет и длится оттуда, вот, и он тогда сказал, тебе надо уехать, иначе тебя арестуют, начнут прессовать тебя, пресс-хату посадят, я говорю, я же ничего такого не сделал, ну вот дали задание, что там ты чуть ли не, там разных слов наговорили, вот, мы из него и то сделаем и то, и СМИ все напишут, ну, очень много СМИ каждый год пишут про меня много всего, и фильмы снимают на местном телевидении, там, Украину мне прописали всю, что все вот Майданы это моих делал, вот, я поехал к Ивану Петровичу, и позвонил ему, я говорю, Иван Петрович, хочу приехать тебе помолиться, вот, я ему приехал, знаете, вот, я не знаю, был он у вас или не был, знаете вы о нем что-то или нет, Федотов, узник, который сидел, да, на 18 лет, три раза в Советском Союзе, человек Божий на самом деле, и я к нему приехал, мы как всегда зашли в храм к ним туда, в церковь Песяческого Малорославца, преклонили колени, помолились, я ему начал рассказывать, я говорю, Иван Петрович, вот, тот, 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 он остановил меня, даже слушать не стал, он сказал простые слова, брат Альберт, мне прокурора сажают, если Господь даст тебе свою милость и благодать, пойти в УЗУ за имя его, тогда ты сядешь, и все, и прекратил разговор, и мне стало легко на сердце, и я с этим живу, я понимаю, что если воли Божьей ни на что не будет, на то или на другое, то ничего не случится с нами, бояться ничего не надо, никогда, по церквям очень многие постера звонят, как-то вот выделили меня сейчас, как будто я какой-то правозащитник, но из-за того, что мы много в судах, и мы все фиксируем, анализируем, все фотографируем, все дела, они, как правило, все похожи, за юридическими вопросами очень часто ко мне обращаются, я переправляю к разным юристам, где там проблемы, где там проблемы, по разным местам, какие-то советы я сам даю, люди очень много звонят, очень, проблем в регионах, вы не представляете сколько, что церкви оставили, это я всегда говорю, что бомжи и наркоманы, все, не детская работа, выгнали из школы, изучились, отовсюду, секты, 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 вот они лезут, враги России там, американские секты, так о протестантах говорят, отовсюду, из-за наркоманов начали сажать, все, уже это не первое дело, вот ребята сидят, узники совести признанные, и даже здесь нас вытесняют уже, все, ничего не осталось, что церкви занимаются, что они делают, щеки раздувают. Но вы обращались в Москву, к тому же Сергею Ряховскому, насчет вашей ситуации, в вашем городе? Конечно, он приезжал в Калугу один раз, он был у нас на конференции, вот, потому что вся проповедь Сергея Ряховского строилась на том, с кем он знаком, кого он знает, кто его друзья, ну, такое было, ну, у нас в церкви было, я честно скажу, разочарование, что ждали ободрения, слово всего, мы подготовили тогда музей, первый музей протестантизма, мы говорили о бузниках совести, мы сделали несколько инсталляций таких, под гулах что-то сделали, фамилии, имена, фотографии людей, которые сидели, которые были расстреляны, ну, вот такое было. После этой встречи у меня было двое гостей с Америки, из Луизианы, из Первой Престрианской церкви, только проводился Сергей Ряховский, он сел в машину, поехал, через пять минут мы выходим, и нас хлопают ФСБшники с американцами, вот, везут в этот, там было целое дело, преступления они совершили, не по той визе въехали, сидели, причем мой один друг был, близкий друг, он жил здесь в России несколько лет, вот, Давидова звали, он сидел где-то далеко на лавочке, слушал проповедь вот этого Ряховского, а ребята, стукачей, которых они подослали, туда записывали за это, и написали заявление, вся его вина была, мы потом ознакомились с делом, сидел на лавочке, активно махал головой, соглашался, три тысячи рублей штрафа, пятьдесят баксов, одного и второго, вот все преступление, у них виза не та, типа, у вас виза была туристическая, а вы должны были по визе гуманитарной, с религиозным уклоном, ну что, иностранцам теперь нельзя в церковь зайти, причем они говорят, мы и православные ходили, я их по храму мадил везде, говорят, мы везде были, не-не-не, нас это не интересует, нас только вот это интересует, я потом, ну, с этим фэшником разговаривал, ну, я говорю, зачем вы это делаете, ребят, ну, вот глупость какая, нам враги России не нужны, вы хуже все делаете, они сейчас вернутся к себе, героями, о них все газеты напишут, так и случилось, я говорю, вы не понимаете, что церковь первая, престорианская, это церковь, ну, одна из древнейших там у них в штате, вот, там несколько семей владеют, по-моему, всем штатом Луизиан, которые посещают, у них очень такие связи, ну, можно строить, зачем вы это делаете, зачем, Риховский не помог, я им позвонил, я говорю, вот, нас арестовали всех, ну, он говорит, ну, что я решу сейчас, Альберт, суббота, до понедельника, давай отложим, какой понедельник, понимаете, уехал и все, ну, мог бы вернуться, покозырять там корочками, не знаю, еще что-то, ну, я не требовательный человек, каждый поступает по своей совести, слушайте, мы были там, ну, не помог, ну, никак, и он мне тогда сказал, Альберт, пока губернатор не сменится, потому что с ним не встречался никто в Калуге, ни губернатор, ни замгубернатора, никто, 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 и он сказал, что ждите, терпите, судитесь дальше, вот, ну, вот-вот-вот, вся помощь, не знаю, проблема в Орле, проблема в Нижнем Новгороде, проблема очень многих церквей, вот в Орле, мой близкий друг Павел Абашин, он национальный епископ Церкви Божией в России, из-за восьми квадратных метров земли, город подал на снос, огромный храм стоит прям в центре города, около ЖД вокзала, восемь квадратных метров, выдумали из пальца, архитекторы говорят, это просто тогда в то время, карандашом нажми посильнее, понимаете, да, линию провели вот так, и все, это даже не погрешность, это, я не помню, как они назвали это все, и город требует сноса, церковь также закрыта, не собирается, ничего, никакой помощи, и так везде, последнее событие в Самаре я освещал, когда храм сносили у пресвятериантов. Мы знаем, что вы выдвигали свою кандидатуру в одном из видео, вы говорили, что вот как бы в протест всему всей сложившейся ситуации в союзе, я имею ввиду в союзе ХВЕ, вы выставляете свою кандидатуру на пост или позицию начальствующего епископа, наряду с Сергеем Васильевичем Ряховским. Я не знаю, наряду с кем, я предложил, я говорю, слушайте, у нас 30 ассоциаций, у нас много достойных епископов, выдвинетесь тоже, но давайте, но давайте не будем позориться, один человек, у нас даже президент Путин выставляет против себя кандидатуру, ну так не должно быть, ну это стыдно, весь мир смеется над нами. Представьте себя на позиции в офисе Сергея Ряховского, когда президент зовет, мэр зовет, конгресс зовет, парламент зовет, дума зовет, и вы должны решать эти проблемы. Вы думаете, что вы не сможете, вы сможете лавировать как-то между спецслужбами России, между ведьмями власти, вот вы думаете, что вам не понадобится опять же такой же человек, который сидит в офисе Ряховского и помогает ему решать проблемы? То есть, другими словами, вы не превратитесь в такой же механизм, институт, бездушный, бездуховный? Руслан, в России же не один союз РосХВЕ, у нас есть Российская Церковь ХВЕ, у нас есть Баптистские союзы, у нас много разных союзов, и ни в одном нет того, что есть сейчас РосХВЕ. И как-то же они существуют, лавируют, но не по первому звонку говорят, братья, извините, меня этот вызывает и убегает сразу. Ну нет такого. Есть нормальные братские отношения, есть горизонтальные. Вот знаете, люди устали от вертикали, устали в стране, устали в союзах наших. Вот сейчас, я только говорю за тот союз РосХВЕ, который, слава тебе, Господи, уже ко мне никакого отношения не имеет. Жесткая вертикаль, вот с этими, знаете, надстройками, с этой пирамидой. Даже, понимаете, по уставу прописано, есть какой-то механизм противодействия, ну скажем так, я не знаю, может это сильное слово, духовный совет. Но в 19-м году Сергей Ряковский вышел и сказал, что духовный совет, это должны быть мои люди, моя команда, я с ними должен работать. Понимаете, нет противовеса. Есть он и те, кто с ним. Все. Я не знаю, как бы я работал. Если опираться на мнение людей, вот знаете, я все-таки за демократию. Есть сейчас разные споры ведут, стеократия, демократия, еще что-то. Но протестантизм дал очень много этому миру. Принципы самоуправления, общинной жизни. Это все пришло вот из протестантской этики, из протестантского движения. Мое мнение, что союз был создан для того, чтобы церкви вот снизу давали связь туда, наверх, а не чтобы сверху начальствующий проектировал позицию госструктуры, госвласти, церквям. Поступайте так, 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 как вам сказали, как вам приказали. Но не для этого создавался союз. Другие принципы были. И роль начальствующего епископа это не роль человековидения. 30 ассоциаций. У нас все равно еще, даже Дмитрий Шатров сказал, что принципы самоуправления, они действуют во всех. И что все общины, все ассоциации, они независимы как бы в своем выборе. Везде есть свой епископ, там, или пастырь старший, или кто-то. Везде есть свое видение, как они работают, как они трудятся. Росковоение для этого создавался. И сейчас большой запрос в России на горизонтальные связи, если так можно сказать, на братские, человеческие отношения. Не надо копировать то, что сейчас в Российской Федерации, как выстроена вертикаль власти. Или, как говорят, управляемой демократией у нас сейчас. Но мы же можем, церковь должна жить по-другому. Может быть, я такой идеалист в чем-то, но я по-другому не могу жить. Я говорю честно и понятно и вам, и зрителям. Ну, если говорить о теологии, то христианство – это философия идеалистов, мне кажется, нет? Да, да. Руслан, я поймал себя на мысли, что и атеисты-идеалисты, потому что они тоже говорят сначала мысль. Она рождается в голове, даже все марксистские идеи, они родились сначала в голове, все начинается с мысля. К сожалению, в христианстве все меньше и меньше философов. Вы посмотрите, мировое христианство, как теряет все позиции. Везде и всюду. Мы становимся маргиналами. Простые вещи. Радугу забрали, то мы радовались, что это завет Бога, с Ноем, с человечеством. Теперь мы знаем, во что превратилась радуга, и нам стыдно. Харизматы. Вот в России спросите, кто такие харизматы? Ну, кто они? Вам первое, что скажут – это вот Жириновский. Это харизмат. Идет подмена понятий. Мир крадет у церкви многое, и церковь отпускает это все. Политику не лезть, туда не лезть. Политика – грязное дело. Я много раз говорил, ну, слушайте, ну, а что, политики – грязные люди? Почему тогда встречается Риховский с ними? Зачем вы это внушаете людям? Какое это грязное дело? Мы голосуем. Мы живем в этом. Ну, почему на некоторые темы есть табу? Почему Риховскому можно критиковать Навального? Он выступил с осуждением его. Человек, который в тюрьме. Знаете? Ну, что, это не политика разве? А заявление по всем, по Украине, по Грузии, по всем войнам, которые делает начальствующий епископ. Это не политика. Это чистой воды политика. И потом прикрываться и говорить, что я лезу в мой адрес. Слово жизни в догонку. Вы просили документы, да? 17-го числа я вышел из ассоциации. Вот письмо. Они мне прислали с подписью, с печатью. Пять человек проголосовали на основании личного заявления, что слово жизни Калуга выходит из состава ассоциации. В Росковье мы не входили, чтобы не было путаницы. И вот 22-го сентября в догонку на сайте вы можете прочитать это письмо. Вот. Тоже подписано тем же Дмитрием Тарановым. Вот. И они тут Кроме того, действия Раткина по распространению социально-политических взглядов фактически ввлекают религиозное обвинение в сферу публичной политики. Господи, где мы живем? Социально-политическим взглядом. Социально. Вот благотворительностью мы занимались. За это меня осудили? Или за что? Это в догонку, через пять дней. Их, видать, Духовный совет Росковье попросил. Ну, хуже подлости я не видел. Ну, пусть это на их совести останется. Я сидел с ними, разговаривал. Говорю, предъявите мне что-то. Мы нет. Ничего не предъявите. Напишите. Если я действительно виноват, я покаюсь. Неточности какие-то там они усмотрели. Я там сказал или там. Я говорю, я покаюсь. Скажите, в чем? Ни одного обвинения. Мы не будем тебе давать. Дай ответ. Выходишь или нет. Ну, я вышел. Посовещались. Даже времени не дали. Воскресенье даже не дали. Вопрос решался здесь и сейчас. Это повторили много раз. Ты должен, должен, должен. Мацулла, Попов сидел, Неретин и Таран. Дай ответ сейчас. Я говорю, что, помолиться даже не могу? С Богом поговорить? Вон, выйди на улицу, помолись. Заходи сюда и дай ответ. Ну, понимаете, да, как мир устроен. Они сами напуганы. Сильно напуганы. И этими связями, и этими сотрудниками, и всем. И что кто-то может под депортацию пойти. Наш один американский брат, вот из этого же тоже союза, тоже, как я понимаю, сейчас под депортацию пойдет. Я встречался с баптистами, которого вот депортировали, известный пастор. Из маленькой деревни, из какой-то, вообще не поймешь. Откуда ты с Урала? С Дальнего Востока, молодого, тоже вырос здесь, в России, там, тоже депортировали. Еще у кого-то. Я немножко уточнение попрошу вас. Вот то письмо, или два письма, которые вы показывали, это не от союза ХВИ, это от той ассоциации, другой, в которой, слово жизни вы входите. Они проголосовали, пять голосов за, по личному заявлению пастора Раткина, исключить. Ну, я написал, просим вас, что мы выходим из вашей ассоциации. И они проголосовали за. Выходите. Без замечаний, без нареканий, без всего. Второе письмо, которое я показал, 22 сентября подписано, исходящее 44. Вы на сайте увидите его, прочитайте его. Там уже вдогонку пошло, все подряд. Еще в конце призывают меня к покаянию. Боже мой, я же просил, покажите, в чем я виноват, если я виноват. Вы понимаете, как все вот, ну... На данный момент я осталась вообще без ничего. Этот раз вообще загорелось как-то, так что уже и крыша горит. Вот. Мы только успели повыходить, огонь гнался за нами. Боже, думаю, Господи. Прямо на крышу уже стреляют, уже... Я говорю, давайте отходите, стреляют этот шифер. Шифер поубивает. Люди вокруг собирались, благословляли эту пищу, у нас положено, у христиан благословлять пищу. Очень дружная семейка такая была. Прославляли Бога. Люди к Богу, самое главное, чтобы обращались и менялись. Я уже работаю в этой организации 26 лет. И это последние 5 лет это какое-то нашествие. Если вы поехали в Москву без официального приглашения либо предъявления каких-то обвинений, подозрений, разъяснений, просьбы разъяснить, что вы туда поехали вообще? У меня было два разговора. Первый был письмо 17-го, 16-го и 15-го. 15-го я был на конференции в Церкви Божией в Орле. Вся ассоциация собиралась, меня пригласил епископ, я был там. Позвонили оттуда, сказали, Мацулла прилетел из Норвегии, хочет с тобой поговорить. Я отъехал, где лучше интернет, сел в машине и мы опять в этом... Я думал, Мацулла будет один, но их было четверо, как всегда, вот так они действуют. И у нас был жесткий разговор. Они говорят, Альберт, ты должен уйти, ты подставляешь всех и все такое. Ты Мацуллу подставляешь, он человек без гражданства, его могут депортировать, там последствия могут наступить и все остальное. Выйди по-хорошему. Жесткий ультиматум был. Или ты выходишь, или мы тебя исключаем сами. Я говорю, за что? Какие претензии? Нет, ты должен выйти. Есть много, мы не будем касаться ничего, мы не будем по секунду тебе каждое видео разбирать и спорить с тобой. Я говорю, а почему нет? Ну почему вы не хотите чистого, открытого разговора? Проблемы назрели, да, я привлек ваше внимание, привлек. Они говорят, завтра приедь в Москву. Поэтому я поехал в Москву на второй разговор, 16 числа я был в Москве, вечером в 5 часов у нас состоялся разговор, опять в том же составе. Я попросил, могу ли я взять кого-то? Могу ли я взять с собой какого-то человека? Я предложил, сейчас я подвязаюсь в Российском и Ивановском альянсе, заместитель генерального секретаря, я предложил, можно я возьму Виталия Кирилловича Васенко, чтобы был хотя бы кто-то, человек со стороны арбитров, категорически нет. Мы не будем ни с кем разговаривать, только с тобой. Я приехал, тот же жесткий ультиматум, только потребовали еще закрыть канал для Адреса Небесной. Я говорю, вы совсем обалдели? Вы что, закона не знаете, закон о СМИ? Знаете, вот меня затронуло, я Мацуле честно сказал, я говорю, послушай, мне так жалко, Мацула, что ты человек с западными ценностями, воспитанный и живущий там, ты все самое худшее, авторитарное взял в российской системе. Мне просто жалко тебя. Я попросил время, все, они давили. У нас есть те схемы, как отжимают церкви. Я сейчас работаю над статьей «Кризис российского протестантизма» на примере РосХВЕ. Я, наверное, на этой неделе выпущу эту статью, свою, не знаю, это эссе будет, или мои какие-то мысли такие. Вот я с вами поделюсь тоже потом. Проблем очень много. И вот это то, что называется, знаете, это не ОПГ, не организованная преступная группировка, это рейдерские захваты. Таких примеров уже очень много, когда по бумагам отжимают церкви. Могут лишить тебя всего, чего угодно. Лишить тебя сана, лишить всего, перевести твою собственность, ваше общение к себе. Это все возможно. И юристы предупредили, что сейчас российские суды, они стоят на позициях централизованной организации. Поэтому случаев, я опишу их, очень много про Россию было, когда выгоняли пасторов, здесь все просто выкидывали и отжимали церковь. Поэтому я сказал, братья, ну если вы уже такси ставите, жестко, ультиматум, они написали там письма какие-то, еще что-то, внутри церкви начали раскол сейчас производить. Но община, это самое дорогое. Я говорю, что вы делаете? Церковь Христова, Иисус за нее умирал. Как вы можете? Они сказали прямым текстом, мы приедем к церкви, мы заберем ее. Если не заберем, но не получится, мы людям объявим, кто-то есть, чтобы уходили в другие церкви. Я говорю, вы братья или вы волки? Ну вот у меня другого ничего не было. Я вышел потрясенный с этого разговора. Поехал домой, вот ночью доехал, утром я позвонил и сказал, что мы выходим. Я позвонил нашим пасторам, пастырскому совету, рассказал, и мы вышли. Слава тебе, Господи! Вы упомянули в начале нашей беседы, что в России, то есть, скорее в протестантских церквях, возможно, и в других структурах религиозных, чувствуется отток молодежи, отток верующих. В частности, такое движение замечено в США, допустим, в украинских церквях. Другого толка проблема. Очень много протестантских церквей, и, кстати, там тоже они лезут во власть, кучкуются, работают с СБУ, очень воинственно настроено, милитаризм в церкви, подъем духа такого воинственного. Как вы думаете, у вас в России различаются в этом плане проблемы? То есть, мой вопрос скорее, вот, я смотрю со стороны, я молодой, у меня друзья молодые, у меня родственники, семья, я с детства верующий, моя семья тоже. Мы посещали церковь 50-ников в Белоруссии, мой дедушка страдал за веру, не взял оружие, не пошел в советскую армию, был наказан, три года сидел в тюрьме, и много иммигрантов приехало такого толка в США по религиозным визам, по политубежищу. И, приезжая в США, допустим, мы видим, опять же, где-то лицемерие церкви, где-то излишнюю иерархию, где-то церковь показывает зубки. В Украине тоже отжимают церкви, занимаются торговлей и гуманитарной помощью, занимаются военной какой-то деятельностью, устраивают речи такие милитаристического толка, националистического. Как с этим в России? У вас, у церкви имеют вообще, у людей верующих, неважно, из какой церкви, о какой церкви будет речь, будь то русская православная церковь, будь то католики, будь то протестанты, такого плана проблемы существуют, либо у вас немножко другие проблемы? Я думаю, и то, что вы назвали, они есть, но и немножко другие проблемы. Но одно хочу сказать, что и в России, и в Америке нужны изменения. Мы должны говорить, начать о них. Честно. Но церковь молчит, не обсуждают эти проблемы, но не говорят о них. О них нужно говорить, но время настало, ну, ребят, ну, 21 век, но чего мы боимся, что кто-то выскажется, что-то не то? Мы увидим, но найдутся искусные, но будут говорить об этом. Почему? Почему сразу костер, и почему сразу отлучение проклятия и все остальное? Мне позвонил пастор Виктор Судаков, он говорит, Альберт, когда я занимался, он фильм сделал по Яну Гусу, я не знаю, видели, нет, это из Екатеринбурга, пастор, мой хороший друг, он говорит, когда я сидел в Праге, в архивах, ну, переводил там с чешского языка, говорит, меня поразила одна вещь, что Ян Гус, ну, умный человек, профессор, он готовился к тем обвинениям, в которых его церковь обвинила, он составлял речи, писал, он думал, будет, ну, какая-то дискуссия, я тоже нашим братьям сказал, я говорю, знаете, как у Лютера, что ли, дискуссии не будет, они посмеялись, знаете, и тут же, и Виктор мне тоже мыслит, знаете, он говорит, он такие речи составил, обвинения, ответы, а его, говорит, просто сожгли, никто слушать не стал, но мне кажется, на другое время, но мир разговаривает о своих проблемах, вы вот рассказали о том, что на Украине, я давно там не был, и не знаю, как там все происходит, ну, я был туда, мы были с Павлом Рындичем однажды на встрече епископов, писятников, харизматов разных, вот, уже после военных действий, после 14-го года, я не помню, в каком году, были братья с Америки, тоже приезжали епископа, вот, и мы были, большая встреча была, мы говорили об этих проблемах российско-украинских, вот, ну, по миру, по преодолению, по всему, после этого я не участвовал нигде, ни в чем, проблема есть, давайте говорить, они не думают о будущем церкви, но оно есть, это Христова церковь, он ее не оставит, он поднимет молодежь, вы сказали вот о том, что много молодежи, молодежь верит в Бога, но они не знают, в какие церкви ходить, они слышат много, читают много негативного и того, и сего, и о православии, и о протестантах, куда им идти, кто им откроет двери, кто откроет сердце, а запрос на веру очень большой, очень, это неожиданно, люди в разных структурах, вот беру интервью, да, у политиков, у депутатов Госдумы, еще где-то, и люди тянутся, люди тянутся, люди хотят, хотят знать, хотят знать истину, для них интересно, мы закрытый мир, оболганные, все секты, 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 и когда ты встречаешь, разговариваешь, они удивляются, нормальные люди, здравомыслящие, образованные, как будто заново для себя открывают вот в этих встречах, беседах церковь, другую немножко церковь, я не поднимаю, не восхваляю себя, но есть много братьев, которые тем же занимаются. Почему люди в церкви, верующие, которые, казалось бы, должны как раз таки, засучив рукава, заниматься самой грязной работой в этом мире, спасать гибнущие души, заниматься с наркоманами, проблемами, решать какие-то вопросы самые, те, которые не в состоянии мир решить, по главной задумке того же Христа и апостолов. Почему эти люди, как страус, зачастую, воткнув голову в песок, говорят, ничего не знаю, моя хата с краю, гори все синим пламенем, у нас царство на небесах, и не от этого ли проблемы, когда молодежь, видя такое лицемерие столпов, церкви отцов, церкви так званых, отворачивается и уходит вообще в мир? Возможно, вы правы, Руслан. Но нет однозначного ответа, мы же все понимаем. Слушайте, но общество переформатировалось. У нас лидер КПРФ Геннадий Зюганов недавно заявил, что Христос был первым коммунистом. Они сильно, вот перед этими выборами, вот благодаря, мне кажется, вот этим встречам, общениям, почти все партии взяли религиозную повестку. То ли время назрело, я не знаю, то ли в точку попали на этих встречах. Потому что я говорил со всеми, говорю, давайте, каждая партия может быть представителем наших интересов в Госдуме. Госдума принимает законы. Почему нас не слышат? Поэтому молодежь видит же все это лицемерие. Вы правы, вы абсолютно правы. И не вы один об этом говорите. И уходят. В современном христианском мире существует такая проблема, как статус пастора, епископа. Люди чуть ли не поклоняются, доводят до фетиша. Все, что не скажет пастор, религиозный лидер, это как будто бы спускается с небес. Что-то мне напоминает 15 век, опять же, того же Мартина Лютера, который восстал против всех церковных канонов и прибил 95 тезисов к Виттенбергской церкви в Германии, возле Эрфурта. Что вы думаете на эту тему? Почему люди, церковные, казалось бы, протестанты, пятьдесятники, 500 лет назад мы вышли и родились, можно так сказать, из Эрфурта. Лютер, если вы изучали учение Мартина Лютера и его биографию, он быстро дал вот эти все идеи о отсутствии любого медиатора между мной и Богом. Он перевел Библию с латыни, кажется, на немецкий язык, на язык народа. Он дал людям знания, почему в 21 веке люди, будь то в Америке, будь то в России, они перестали читать Библию, они перестали ее, более того, исполнять, и они, приходя в церковь, поклоняются всему тому, что говорит пастор, хотя бы номинально, и кладут там, я не знаю, 10-20-50 долларов на тарелку, таким образом отмаливают свои грехи. Что случилось в современной церкови предстантской, я не понимаю? Руслан, мне так приятно с вами разговаривать, вы умный человек, вы задаете те вопросы, которые откликаются в моем сердце, которые я тоже задаю. Что случилось, что произошло? Я вам расскажу один курьезный случай. У нас в Калуге есть три автогиганта, и Калуга сейчас известно, нас называют Истер Детройт. У нас три автогиганта построили свои эти, и у нас очень много людей работает на Фольксвагене. Один из пресс-виттеров занимает очень серьезную должность, вот, и хорошую должность. И вот было, когда открывали какой-то новый цех, и приезжал наш президент на открытие, вот, многим рабочим тогда дали выходной день, чтобы не приходили. понятно, спецслужбы занимались всем этим, а его вызвал тоже его непосредственно руководитель, немец, и сказал, ну, мы тебе даем вот это, вот это, так как он ИТРовец, ну, высшего звена, они ему куча плюшек дали, всего остального, потом объяснили. Вот, его не пустили на это, когда приезжал, выходной, к отпуску, какие-то премии дали, и все остальное. И потом, говорит, у меня случился разговор с этим немцем, ну, с директором, вот, он говорит, понимаешь, у тебя везде в деле, наверное, всем занималась опять наша ФСБ, когда готовились к этому приезду, там в деле у тебя написано, что ты протестант, а протестанты это люди с критическим мышлением, ты мог подставить, как-то задать неудачный, ну, нехороший вопрос какой-то, если бы, не дай бог, встреча состоялась, там, тебя увидели, ты мог что-то вот такое, поэтому, мы все понимаем, мы сделали для тебя все такое, но, говорит, это не в нашей силе, власти было, чтобы ты был в этот день на заводе, вот такой интересный момент, куда подевалось критическое мышление, мы те протестанты, или нет, или это уже не то, это не лютерское, ну, евангельское вот это движение, когда, не задавай вопросы, вы, вы подняли такой пласт, который, дай бог, начнут обсуждать и в России, и в Америке, и в других странах мира, откуда это учение, вот, о всемогуществе, там, о раболепском поклонении пастору, епископу, все эти чины поновыдумывают, откуда это все идет, из церкви, из Библии, кого мы пародируем, кого мы копируем, какую церковь, это вопросы современности, я на них не отвечу сейчас, я за честный разговор, я за, за то, чтобы, но у нас поднялись, хотя бы какие-то теологи, я не знаю, или все зачистили уже, для чего учатся у нас, в семинариях, еще, проблем много, вот, мы с вами не осветили, финансовые пирамиды, вот, эта вседоступность, там, пастырей, епископов к этим, они запускают это все, у нас, я не знаю, слышали в России, большой скандал идет, вот, с этим движением, тоже из РосХВЕ, полмиллиарда, и что, он один был? Да не один он был, да, понятно, все знали, сейчас отмазываются, еще неизвестно, на что он наговорит, и как дальше это аукнется, РосХВЕ, они за меня взялись, у них что, проблем больше нет, там, тысячи людей пострадали, с Америки слали деньги, там, ваши жители, не знаю, проблем много, Руслан, мне кажется, о них надо начать говорить, ну, уже просто назрело, уже наболело, без критики, без всего, хотя и критика, возможно, она тоже должна звучать, не надо бояться, не надо прятать голову в песок, вы об этом сказали, не надо строить из себя суперсвятых, что, все, твое слово, закон и последний, я прошел через это, вот через это негативное, вот это вот учение, слово жизнерское, которое было в 90-х, оно простое было, вот до умиления, закрой рот, смотри в зубы пастору, мне это претело все, в 99-м году, я изменил структуру церкви, я предложил, давайте будем управлять церковью, пресвитерским советом, мы создали пресвитерский совет, пресвитеров, лидеров разных служений, кому доверяет церковь, мы ввели потом с годами, мы ввели выборность церкви, ну да, мы не похожи на всю структуру слова жизни, где никто ничего не знает, ни один член церкви, что там происходит в верхушке, ни о финансовых вопросах, ни о каких. Почему? И это я чувствую, потому что я прожил 10 лет в советской Белоруссии, и еще 10 лет в постсоветской, что по сути равняется советской, и тогда я переехал в Америку, и я переехал в Америку с опять же этими же религиозными людьми из советской Белоруссии, советской Украины, советской России, Прибалтики, и для меня был большой, не только культурный, религиозный шок. Я пошел в Американскую церковь, и когда я сравнивал эмигрантские церкви, советские закалки, вот те вот, вы упомянули Федотова, Мурашкин, Белых, на вот этих костях этих людей, этих страдальцев, ну в принципе у всех у них разные истории, и кто-то себя возможно где-то скомпрометировал, но по крайней мере нынешнее руководство, как я понимаю, и Российской церкви, и Украинской, и Американской, имею в виду славянской, той ее части, строит свою религиозную, свой религиозный рейтинг, репутацию. И для меня было совершенно непонятным тот факт, что, опять же, вот мой дедушка был пресвитером Песятнической, незарегистрированной церкви, и до последнего мы не вступали в регистрацию Белоруссии, и Федотов, Белых отсидел в 17 лет, Виктор Иванович. И, опять же, здесь, в Америке, я рассказываю ситуацию, потому что я больше знаком с американскими реалиями. Люди кинулись в мамону, люди кинулись в бизнес, люди зарабатывают деньги, церковь стала бизнесом, церковь стала тем, что описывается в главах Священного Евангелия, когда Христос пришел, перевернулся именно щеком. Люди совершенно не знают и не изучают Библию, а если знают, то бросают себе отдельные фразы, подмятые под себя, под свою конкретную ситуацию. Но мой вопрос не в этом, мой вопрос в том, что, когда я говорю с людьми верующими либо считающими себя таковыми, они говорят, Руслан, ты прав. Я говорю, так в чем дело? В Библии ведь написано, каким должен быть епископ. Епископ должен быть таким-таким. А дети епископа, вот допустим, там у нас есть епископ, они под тюрьмом сидят. Не за благовестие Евангелия, а за реальные преступления, сексуальное насилие, мошенничество доказанное, уголовные преступления. И церковь смотрит на меня прозрачными глазами наркомана, амфетаминового. И они крутят у виска и говорят, ты сумасшедший. Я говорю, подождите, вот был Ян Креститель, вот был Христос, вот был апостол Павел, апостол Павел на Синоде встал и сказал, Петр, кстати говоря, апостол Павел не был избранным формально Христом апостолом, да, он примкнул потом к ним, и он бросил вотом недоверие Петру, который ел мясо за пределами своего округа, а в Иудее говорил, что он соблюдает кошерность. Вот вам пример Первого Синода, и ничего не произошло. да, они, как вы говорите, подрались, набили нос друг другу, возможно, но все-таки как-то разрулили ситуацию. Почему среди современного хотя бы славянского христианства не восстанет Иоанн Креститель, не восстанет апостол Павел, который напрямую обличит служителей в бездействии, в молчаливом согласии, что равняется практически в некоторых ситуациях преступлениям, в мошенничестве откровенном, в схемах церковных, в рейдерских захватах. Я делаю вывод, что значит, если ты согласен и ходишь в эту церковь, спонсируешь ее, даешь деньги, даже садишься на место и своим присутствием ты спонсируешь этого пастора, лидера, епископа, его идею движения и деятельность. Косвенно либо прямо. Я иду к тому, откуда вот эти истоки. У американцев совсем другая ситуация. Если американец не согласен, он выйдет на улицу и будет протестовать. Вот. И добьется своего, соответственно. Почему у нас, у советских христиан, такое чувство, как вы сказали в самом начале нашей беседы, не вникай. Политика это грязная. Бизнес там. И из-за этого происходит двоемыслие и двоевластие и коррупция. Все происходит за закрытыми дверями и нет отчетности, нет подотчетности. И люди, у меня уже даже нет вопросов к лидерам больших объединений в церкви, потому что я знаю, что эти люди по большому счету погрязли настолько в мамоне и алчности, что они используют церковь и христианство для своих бизнес-целей. Я к ним не задаю вопрос, я задаю вопрос к люду, к людям, которые кладут на на тарелочку в церкви свои пожертвования, которые поддерживают своим присутствием и которые настолько тоже получается циничны, что они соучаствуют в этих уже грязных получается делах церкви. Вот у меня такой вопрос ко всей вселенской церкви. Где те люди, которые и в свое время я тоже разочаровался, я ушел из церкви вот такого плана и сказал, если я не вижу разницы между миром и церквью, а даже более того, вот возьмем такой вопрос, если светские власти, они допустим в Калифорнии, в России, они не говорят, что они церковь, соблюдают Писание, там Бог им дает какие-то откровения, допустим, говорят напрямую с Богом, они этого не говорят. Вот возьмем советская власть, да, она гнала церковь, КГБ, они не говорили, что они отрицали Бога. Я их могу в чем-то понять и извинить даже, но людей, которые в сутанах, простите, благовествуют с молодых ногтей нам якобы священно писание истину, поступают таким образом, для меня это настолько превратно и даже хуже, чем поступают светские люди. Я скажу так, это гомосоветикус, человек советский, он еще не выветрился, он еще не вышел. Я не знаю, в каком поколении наших детей или внуков это все уйдет. Вот это вот советское парадигма мышления. Вы сами говорили, мы из советского, из советского, из советского, из советского. это вот этот раб, человек советский, который сидит в людях. Плюс у вас наложилось это на общество потребления, в которое вы приехали. Развлекайся, кушай там что-то и занимайся своим делом, а мы уже порешаем. Вы даже не представляете, как быстро вот эта философия потребления ворвалась в нашу, я за Россию говорю, но мне кажется, и постсоветская тоже, ворвалась в нашу действительность. Вот люди не задумываются не над тем, что делает паста. Да, они приходят, дают свои пожертвования и уходят. Да, они не читают Библию. Да, такое есть. Сейчас это в нашей церкви ворвалось, потому что им надо думать, как заплатить свои кредиты, здесь в России тоже, ипотеки и все остальное. Все хотят жить красиво. И церковь, к сожалению, становится одним из кружков по интересам или, как у вас говорят, Блэс Миклабом, благослови меня клуб. Все, ты должен прийти, тебя должны здесь облизать. И у нас точно такой же. Мы хотим слышать вот об этом, а не об этом. Я говорю, а вы делаете это все, что вы слушаете? А вы исполняете? Типа, ну, не мой шок, а зачем? Типа, мы же приходим, чтобы послушать Слово Божие, разбор, Писание и все такое. А жить, когда вы этим будете? Когда Христос будет в вас жить на работе, с вашими друзьями, там, где вы по интересам собираетесь? Где Христос во всем этом? Это глубокий вопрос вы поставили. Я, наверное, ну, я ответил в меру своего понимания из ваших слов. Человек советский, противный, мерзкий, трусливый, он живет в людях до сих пор. До сих пор. Они детям как-то это передают. Своим. Не лезь, не говори. Потом сидят, где-то шушукаются. Это же старые советские анекдоты. На кухне все решали. Так же и сейчас. Мне кажется, и вам в Америку это все перешло. Но молодежь другая. Видите, вы другой. И другие так же. Они голосуют ногами. Да, в демократических странах люди так голосуются. У нас и ушли. Они не будут спорить. У нас, кстати, в российских церквях то же самое сейчас. Никто не подойдет, не скажет, по той причине. Просто уйдут, да и все. Или в другую церковь перейдут. Или если нет, то будут сидеть по интернету смотреть, что-то находить. Кстати, некоторые очень много и у вас находят кого-то еще из проповедников, которые более-менее несут какую-то истину. Давайте услышим тех, кто идет за нами. Что мы им передадим? Вот часть нашего видения церкви строится на простых принципах. Наше видение непростое. Вот то, чему я учу людей. Любить Бога, ненавидеть грех и жить жертвенной жизнью. Три простых вещи. У нас три вопроса у церкви. Что мы делаем? Как мы это делаем? И почему мы это делаем? Год заканчивается, вот последний, оставить наследие следующему поколению. Что мы оставим? Ложь лицемерия человека советского. Когда же он сдохнет уже, простите меня за это слово, этот советский раб. Когда мы его похороним? Как вы ответите на цитату Священного Писания, где говорится всякая власть от Бога? Ну, всякая власть, но надо же рассматривать власть. У нас царебожники есть, я несколько раз выступал. Там за царя, за царя, за царя топят. Я говорю, ребят, вы не боитесь, это же епископа, пастыря наших. Вы топите за царя, а Россия светское государство. Вы думаете, хоть кто-то из пастырей, епископов в конституцию открывал? Да не в раз. Это я вот такой додельный все читаю. В 90-х я первый раз услышал, когда Ульф Эхман говорил о протоколах севастских мудрецов, антисемитизм и все остальное. Что вы думаете, я сделал? Я нашел эту книгу и прочитал ее. И мне казалось, что все прочитали, а оказалось, что никто ее не читал и не хотят читать. Я спрашиваю, а конституцию? Кто-то читал? Да нет. А зачем ее читать-то? Ну, нам кто-то объяснит, нам кто-то разживет, нам кто-то скажет. А законы читали? Да нет. Там сложно, там непонятно написано. Перевод немножко другой там тоже. Но есть разные толкования этого всего. Знаете, а я, братья, предупредил, за царя будете топить, вам и спецслужба заинтересуется. Какой царь? У нас президент говорит, у нас избрание всенародное, а вы там призываете к свержению власти, что ли, нашей? Конституции свержения? Задумались. Вот представляете, до смешного доходит. Я говорю, ладно, британская империя, там королева есть, но вы-то здесь, или, может, ваша куратор оттуда, вас спонсирует оттуда, что ли, поэтому вы так топите за королевскую, за царскую власть, что ли? Да, она от Бога, чтобы наказывать за злое, но если ты доброе делаешь. Но не всегда и доброе одобряет государство, не пускает куда-то уже, не все. Бог допускает разные власти. Всякая власть. Ну, мы сейчас такую полемику дадим, там, до Гитлера, до Сталина дойдем, до всех тиранов, давайте оставим лучшее, до лучших времен. Что вы планируете делать? Вы не сидите там в окружении спецназовцев, вы не чувствуете слежки за собой, у вас не было каких-то казусов после этой поездки в Москву, каких-нибудь, вот вообще, какие ваши планы на будущее? Да на будущее будем так же служить, проповедовать. Очень много сейчас запросов, пострязываний отпишут, давайте организуем что-то свое. Я молюсь сейчас, потому что, знаете, начинается все хорошо, заканчивается все, знаете, думали, как лучше, чем на Мурин, а получилось, как всегда. Вот, поэтому я не знаю пока, что буду делать. Но вот в это воскресенье уже было пару человек, и я знаю, откуда они были. Потому что начали разговаривать, и все, и они выдают себя. На служении сидели, пытались записывать, подошли, сказали, что у нас не принято записывать. Вот, доставали телефоны. Я понимаю, как все устроено, я отдаю себе отчет, я не против нашего российского государства. Я такой же государственник, я понимаю, что законы должны работать, работать для всех. Об этом все говорят, сейчас мусульмане заговорили. Посмотрите, речь вот в Думе, у нее было там какое-то большое заседание, Гатудин тоже говорил, перестаньте бояться чиновников. Почему они нас унижают? Унижают. Почему они, там много почему задал? Рассказал, что ему угрожали, за ним там была слежка, к нему хотели приставить автоматчиков, чтобы защитили его, ему убийство угрожали. Да все возможно в этом мире. Но бояться этого. Что мы боимся? Жизнь потерять здесь, главное, душу не потерять свою и со Христом остаться. Хорошо, друзья, спасибо большое. У нас был в эфире Славянского Сакрамента пастор протестантской церкви Альберт Раткин из города Калуга, Российская Федерация. Альберт является епископом, пастором церкви, ХВЕ, слово жизни, как я уже сказал, в городе Калуга. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нему. Мы дадим ссылочку здесь, в описании к этому видео и вы перейдете на его канал и посмотрите его видео и, возможно, свяжетесь с ним. Спасибо большое, Альберт, за наш разговор. До свидания. Спасибо, Руслан, вам и всем зрителям. Благослови всех, Господь.